С мешками гостинцев наперевес, но не Дед Мороз. Это представители благотворительного фонда содействия развитию города Иваново спешат доставить подарки адресатам. В мешках теплая одежда, которую пожертвовали состоятельные и неравнодушные ивановцы, получатели-воспитанники дома ребенка. Так в среду началась благотворительная акция «Подари тепло». Одежда вся новая. Это теплая одежда. Она состоит из курточки, полукомбинезона и шапочки. Это комплекты одежды. Сюда мы привезли 75 единиц, то есть 25 комплектов одежды. Вы знаете, я вообще очень эмоциональный человек, поэтому слезы навертываются на глаза. И я думаю, что эта одежда согреет не только тела этих детишек, но и их душу. В Ивановском доме ребенка сейчас живут 46 малышей. Теплая одежда на всех есть. Но это как раз тот случай, когда запасные комплекты лишними не будут. И отрадно, конечно, отмечать то, что есть добрые люди, которые тоже считают, что есть вещи, которые будут не лишними в этом учреждении. И почему бы ребенку иметь не один набор одежды, а, допустим, два? Ведь это дети. Он может упасть, испачкаться. Одежда может быть отдана в стирку, и чтобы ни в коем случае не страдал и процесс прогулок в том числе. Эта одежда, конечно, не будет лишней. И мы с удовольствием принимаем эту помощь. Сотрудники дома ребенка не смогли удержаться, и новые костюмчики тут же примерили на малышей. На маленьких Сонечку и Максимку обновки сели, как влитые. Теперь ежедневные прогулки станут еще интересней. Подарки на этом не закончились. Оставшиеся комплекты одежды фонд решил передать тем, кого обновки точно порадуют – многодетным семьям. Одеть ребенка к зиме финансово обременительно даже для маленьких семей. А каково же большим? В семье у нас очень большая. В семье 12 детей. Двое детей старшие. Остальные все детишки маленькие. Самому маленькому ребенку два месяца. К зиме, конечно, подготавливать детей тяжело. Зимние костюмы стоят очень дорого. Я вообще, конечно, когда вчера услышала звонок, ну, в принципе, очень обрадовалась, да. Конечно, помощь хорошая. То, что маленьким детям, ну, тяжело одевать больше всего двойняшек. То есть, два костюма купить зимних – это вообще накладно. Но мы рады, что помогли одеть маленьких детей. Надеюсь, что костюмы подойдут. В семье Ольги деток меньше – девять. Конечно, помогают знакомые. Что-то остается от старших детей. Но окончательно эту проблему не решают. Потому такой подарок очень кстати. Комбинезончик достанется Веронинке, вот этой девочке. Скажите, спасибо. Ей четыре с половиной года. Ходим мы в садик. Будем? С новой корточки ходить. Зима, конечно, подходит к концу. Но костюмы прослужат своим новым обладателям еще не один год. В больших семьях, где мал-мало-меньше, вещи передаются из поколения в поколение. Вот и в феврале стало чуточку теплее. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Спасибо. Спасибо. Спасибо.